вебинар, потому что нам придется разобрать большой такой класс работы, чтобы разобраться с видео в образовании, собственно говоря. Цель у нас такая — понять, как можно применять видео в образовании, и на уроках, и не только на уроках, какие-то новые, может быть, модели, что-то вам такое расскажу нестандартное, с чем мы не сталкивались, надеюсь, будет полезно. Но прежде чем мы с вами приступим к разбору, собственно, видео в образовании, мне хочется вам дать некую теоретическую выкладку, немножко вас плавно к этому подвести, потому что, собственно, видео — это сегодня что такое? Это часть медиа, а часть медиа — это часть цифровизации в образовании. И чтобы у вас это все в голове сложилось в такую какую-то более-менее внятную картинку, я постараюсь вам этот момент тоже рассказать, потому что сегодня, к сожалению, очень часто мы используем какие-то термины, и они у каждого человека обозначают какие-то совершенно разные понятия, очень отличаются. Прям вот есть нейтрально противоположные термин один и тот же. Поэтому вот чтобы так примерно договориться о терминах, о том, какие сейчас самые устоявшиеся к этому термину определения, мы с вами вот об этом немножечко тоже поговорим. Если какие-то вопросы по ходу будут, вы мне пишите. В общем, у меня тут высвечивается, должна я вас видеть. Так, ну, про то, кто мы и почему рассказываем, два слова все-таки, наверное, скажу. Не знаю, может быть, вы уже знакомы со мной, может быть, нет. Я представляю компанию «Мавари». Это наша новосибирская компания. Мы, IT-компания, мы производим софт. В основном у нас это видеоредакторы, фоторедакторы разного рода, разного характера, поэтому нам интересна, конечно же, работа, собственно говоря, с видео, работа с фото. Ну, а это все, естественно, и есть медиа. И у нас несколько лет назад, ну, мы такие большие, да, нам 15 лет, мы на рынке уже такие твердо устоявшиеся, но несколько лет назад у нас вот родился такой проект «Мавариообразование» он называется. Почему родился? Потому что у нашего директора дети выросли и пошли в школу, и он понял, как в школе сейчас дела обстоят, погревал, и понял, что может он помочь вот таким вот образом. Он может, собственно, непосредственно свой продукт предоставлять в школу и как-то вот помогать педагогам это все дело осваивать, потому что это нужно, с этим сегодня сталкиваются все, но нигде никто никому не учит пока, ни педагогов, ни педагогов, ни детей, особенно, да, как работать с видео, вообще с медиа, со всем-со всем, что связано с диджитом, и, собственно, с нашего замечательного диджитализации. Вот. Что хочется сказать в первую очередь? Откуда растут ноги, так сказать? У нас есть глобальные тренды. Это люди мировые, это тренды вычленены, это самые такие пять основных мировых трендов. Собрались люди, эксперты по всему миру. Это политологи, футурологи, и в том числе образовательные дмитрии, да, некие визионеры, которые могут прогнозировать каким-то образом, там, основе статистических данных или опыта, там, разными способами, да, прогнозировать будущее, куда идет наш мир. Понятно, что сегодня он очень меняется, что технологическая революция у нас произошла. За изменениями мы следим, но не понимаем, куда это приведет, но какие-то основные тренды все-таки мы видим. Вот это пять глобальных трендов, которые есть во всем мире, они затрагивают в том числе и Россию. Просто до нас они чуть медленнее докатываются. И поскольку затрагивают Россию, соответственно, они затрагивают и образование тоже. Ну вот автоматизация, экологизация, про это можно почитать, если интересно будет, это такое достаточно любопытное явление, можно тоже перекладывать это в сторону образования. Но нас с вами сегодня волнует пятый тренд, собственно говоря, цифровизация, которую мы все слышим. Все нам о ней рассказывают, но не очень понятно, как цифра, собственно говоря, в образовании к нам приходит. Что можно знать о цифре и о том, как изменилось отношение к информации с приходом цифровизации? В первую очередь, когда я задаю вопросы, как они видят цифровизацию, чаще всего они говорят, что это электронный документный оборот, например, или электронный дневник, например. Это тоже цифровизация, но это не вся цифровизация, это такой маленький-маленький ее кусочек. История в том, что сегодня... Очень сильно изменилось отношение к информации, скажем так. Если раньше, буквально, я не знаю, лет 20, может быть, назад, у нас еще информацию можно было измерять небольшими единицами какими-то, весь объем всего мирового интернета, то сегодня происходит резкий скачок, очень сильный, где-то, наверное, в годы с 2012 он идет, по увеличению объема информации, поскольку нам стали доступны гаджеты, поскольку в наших смартфонах сегодня есть куча всяких приложений, начинаем мы день, заканчиваем день, и, собственно, и день, и сам введем тоже с ним, и в нем есть все. И мы можем еще, мало того, чтобы потреблять эту всю историю, мы еще ее можем, собственно говоря, и делать. Мы можем фотографировать, высылать фотографии, мы можем снимать видочки, куда-то отправлять. Мы все производители контента. Это стало очень легко. Мы можем выходить в прямые эфиры где-нибудь просто в Инстаграме, в ВКонтакте, в Фейсбуке, и нам не нужно для этого никаких телевизионных действий, каких-то камер огромных. Вообще, собственно, ничего уже не нужно. Нам нужен только смартфон для этого и зрители, которые будут смотреть. Дети делают это ежедневно. У нас, у взрослых, это как-то еще не слишком актуально, потому что мы этим пользуемся больше как мессенджеры, когда нам нужно какое-то сообщение отправить, с кем-то какую-то информацию поделиться. Ну, может, на праздники, там, какие-то картинки переслать. А дети производят контент в огромном количестве, потребляют его в огромном количестве. И плюс сегодня есть еще такая история по поводу того, что у нас оцифровывается все. То есть задача стоит сегодня во всех странах оцифровать все, что можно оцифровать. Что это значит? Это значит, что каждый человек будет оцифрован. Все данные, которые можно измерить человека, его жизнь, он будет оцифровываться. Ну, в течение всей своей жизни. Начинается, например, история такая, что я очень часто ребятам об этом рассказываю, для них это некий такой инсайт, может быть. Я рассказываю, что сегодня при приеме на работу, если уже нормально, это единичный случай, это уже частая практика, когда вас принимают на работу, сначала просматриваются все ваши социальные сети. Инстаграмы, то есть плуки, контакты, все, где вы оставляли свои цифровые следы на протяжении всей вашей жизни. Это все просматривается. Например, у нас есть компонент С, в который сегодня принимает на работу робот Вера. Она проводит собеседование, отсеивая кандидатов, ну, такой большой пул, да, оставляя процентов 10, чтобы эти 10% дальше пошли собеседоваться, собственно говоря, непосредственно с руководством. А большая часть отсеивается уже на таком, ну, искусственном интеллекте. И вот она, например, занимается как раз тем, что она просеивает ваши социальные сети, смотрит, как вы, что выкладывали, как и так далее, какой вы человек. Ну, то есть у вас есть вот некий цифровой двойник в сети, который, по которому можно судить, собственно говоря, вас. Ребята про это не задумываются, когда я им говорю, что то, что на сегодня посте будет влиять на то, как в будущем будет ли их принимать на работу, для них это увидит. Есть еще такой момент. С цифровизацией связанной у нас это цифровизация в медицине. Оцифровываются сегодня все показатели, какие только можно и нельзя. Когда вы приходите к врачу, все фиксируются ваши диагнозы, данные, анализы, там все-все-все-все-все-все, это все собирается. Так. Да-да-да, если у программиста нет аккаунтов в соцсетях, это вообще странно, да. Кстати, знаете, на предмет того, что, чему еще дети удивляются, может быть, тоже, если будете потом рассказывать на уроке, как пример, знаете же, наверняка сталкивались с тем, что заходите, нужно зачекинить, что я не робот, и предлагают вам выбрать, например, ну, вот капча, да, вот это вот там, светофоры. Кликните, где есть светофоры, кликните, где есть машинки на картинке. Вот делали такую историю. Либо есть два варианта, когда пишете два слова еще. Первое, допустим, на русском, а второе на каком-то там, на латыни, например. На самом деле, это делается не для того, чтобы проверить, что вы человек, и поэтому пустить вас, а какого-то непонятного робота не пустить. На самом деле, когда вы это делаете, вы тренируете нейросеть, обучаете нейросеть. По всему миру все люди ежедневно это делают по большому, ну, как бы много, большое количество раз, да, заходов в интернет, большое количество кликов. Вы можете кликнуть неправильно, вас все равно кустит, но когда вы кликаете, что на этой фотографии есть светофоры вот здесь, вот здесь, или машинки вот здесь, вот здесь, тем самым эти данные попадаются в нейросети, она обучается, что на этой фотографии вот так, на следующей вот так, там, в другой стране будет липать другую фотографию, она будет обучаться на других данных. А когда капча у вас двумя словами, первое слово на русском, может, помните, был такой у меня, а второе было на латинском, так вот это вот странное слово, непонятное, коряло-коряло написано, это не потому что, чтобы робот не распознал, а это языки, старые языки, старые тексты какие-то, может, там, на латыни, какие-то, там, древние, их нужно было расшифровывать, и чтобы не драть себе на расшифровку, в общем, вы, когда вбиваете эти данные, вы помогаете расшифровывать старую литературу, да, вы знаете, что есть такой момент. Собственно, идем дальше, по поводу того, что у нас увеличился поток данных, работа с информацией стала другая, система образования не поменялась, а работа с информацией очень сильно поменялась. Каким образом она поменялась? Энциклопедичность знаний перестала быть нужной, и, ну, это уже свершился факт, понятно, что если у меня с собой есть Google, то, как бы, зачем мне знать всю энциклопедию, да. Вот у меня здесь несколько картинок есть, первая картинка, например, вот фотография города, это, по-моему, у меня Сеул. Ну, вот простой вопрос, да, я там на уроке географии, сколько людей живет в Сеуле. Что вам нужно, чтобы узнать? 10 секунд, окей, Google, сколько человек живет в Сеуле, вы узнаете. Вам, для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос, нужно обладать другими знаниями. Вам нужно понимать, как работает поисковая система, вам нужно обладать определенным полом знаний для того, чтобы правильно сформулировать запрос, да, и понять ответ, и понять, правильно это ответ или нет. Но конкретно помните, высоту горы, длинной площади, там, какой-то или еще что-то, вот этих знаний, ну, как бы уже вопрос, зачем они нужны, если можно их посмотреть, тем более, что их количество постоянно растет. Тем более, сегодня есть еще вот такие замечательные сервисы, например, вот мой вот этот человек, если вы видите, да, вот в серединочке он такой симпатичный, тоже вот такой замечательный вопрос, кто это? Как вы мне ответите на этот вопрос? Давайте в комментариях мне скажите, кто это такой, кто его знает, какой дяденьку, что он умеет, чтобы узнать, кто это? Кто умеет узнавать? Давайте какой-нибудь на вскидку. Когда у вас есть просто фотография человека, и, собственно, ну вот, понятно, что мы не знаем, кто он, но задача узнать, кто такой. У нас сегодня в Гугле, если вы, может быть, знаете, может быть, нет, да, фото можно загрузить в сеть, собственно, Янгкс сейчас уже тоже такое делает, есть в Янгкс картинках, в Гугл картинках, вы загружаете фотографию, если эта фотография появлялась где-то раньше, то вам вываливаются, собственно, все ссылки на эту фотографию, таким образом, можно узнать два момента, во-первых, перейти по ссылкам, узнать, кто этот человек, да, почему его фотография была опубликована, это президент Марокко, кстати, и можно узнать еще таким же образом, например, правообладателя картинки, потому что, ну, хотя бы по тому, кто первый выкинул этот сеть, да, и все остальные уже там делали репосты и так далее, таким образом, кстати, да, таким образом можно узнать, ну, например, какие-то вещи, касающиеся авторских прав, да, плагиата, когда вы часто делаете, очень часто все делают, ребята тоже, они с удивлением тоже узнают, что нельзя зайти в Яндекс, загуглить картинку, какую-нибудь там, не знаю, мой любимый хорек, и опубликовать этого хорька с постом у себя, там, допустим, на каком-то сайте, да, если тем более он имеет официальную регистрацию, ну, и даже, в принципе, просто у себя на стене, потому что правообладатель этой картинки может подать на вас в суд за, король морока, отлично, за неправильное использование, ну, за нарушение, собственно говоря, право, потому что все, что есть в интернете, любая картинка, любое видео, любая музыка, это все принадлежит кому-то, и поэтому, прежде чем это использовать, нужно, ну, как бы, нужно либо договариваться о том, что можно использовать, либо использовать только то, что касается, иметь лицензию расширенную, например, Creative Commons, как у нас в музыке, лицензия, которая позволяет использовать в некоммерческих целях музыку, либо, ну, вот мой совет, лучше производить контент сто процентов, то есть, если вы с ребятами занимаетесь видео, если вы что-то с ними делаете, не делайте коллажа с фотографий, накачанных в интернете, это плохо, рассказывайте ребятам о том, что все эти фотографии кому-то принадлежат, и старайтесь делать все-таки какие-то свои, ну, максимально свой контент по возможности. А зачем у меня здесь замечательный, вот, ох, как ее зовут, тоже не помню, ладно, девушка, я, собственно, не ее, потому что сюда забивала, а вот ее замечательное платье, это о том, что сегодня приложение позволяет нам, собственно, тоже в телефоне, да, не надо никуда ходить, ничего особенно скачивать сложного, у нас есть бесплатный, собственно говоря, контент, приложение, говорит, позволяет нам по картинке узнавать, где это платье, например, продается, находить похожие платья, то есть вы сегодня можете сфотографировать любого человека, вы можете сфотографировать, например, для туристов очень удобно какие-то знаменитые здания, и вам приложение сразу расскажет, что это за здание, где оно находится, там, какую-то его историю, та же самая история с платьями, Алиэкспресс у нас замечательный ищет, там, я могу с... Сара Джессика Паркер, ура, я могу сфотографировать какие-нибудь, там, не знаю, сумки, ботинки, сапоги, все что угодно, просто человек мимо проходил, я фотографирую, и мне интернет ищет похожую информацию, либо то же самое находит и пишет, в каких магазинах за сколько это продается, либо, ну, что-то такое похожее мне выдает. Собственно говоря, о чем нам это говорит, как еще раз хочу сказать, о том, что знания в чистом виде, как они нам давались, именно вот эта часть знаний, которая касается каких-то конкретных фактов, там, да, цифр, еще чего-то, вот такой статистической информации, вопрос о том, нужно ли ее учить или не нужно ее учить, он уже такой вот прям вопрос висит. Никто еще этим конкретно не занимался, никто об этом еще сильно не говорит, но все понимают, что вот, ну, тяжело даже учителю, наверное, да, стоять у доски и рассказывать что-то ребятам, когда они в гугле могут вот такого рода знания вытащить, да, другое дело, что правильно работать с информацией очень сложно, правильно найти информацию, нужно знать, как ее искать, ее очень много, а нужно уметь ее анализировать, нужно уметь делать из нее какие-то выводы, да, компилировать ее, составлять что-то. Вот это сегодня более важный, важный навык по работе с информацией, чем просто знать. Сегодня мало просто знать, и можно, ну, как бы и не знать, сегодня нужно знать, где найти и знать, что с этим делать. И это вот очень такой важный момент. Я вам сейчас включу. Так, сейчас, сейчас, маленький кусочек видео, посмотрите, пожалуйста, это статистические такие данные, вот, чтобы я не голословная была, да, Павел Лукша рассказывает. Давайте посмотрим это по поводу циферки. Ну, во-первых, несколько цифр, чтобы мы просто поняли, что с нами происходит. Такой ресурс, как YouTube, из ключевых ресурсов по хранению видео, в течение каждой минуты принимает 72 часа видео. В течение каждой минуты отправляется 204 миллиона писем пользователями друг другу. А пользователи Facebook выкладывают 2,5 миллиона постов. То есть, фантастическое количество информации появляется в нашей жизни. Количество цифровой информации сейчас удваивается каждые 18 месяцев. По некоторым оценкам, житель большого города за один год своей жизни получает информации больше, чем в начале 20 века житель деревни получал за всю свою жизнь. Вот такой вот у нас кусочек. Собственно, о чем нам это говорит? Информация продолжает количество увеличиваться, это не увеличиваться в разы. Если в 2000-х годах у нас был, по-моему, один... Ох, как это называется? Вспомню. Ладно, объем информации. В общем, у нас была единичка, зета, зета, там, какие-то байты. То к концу этого года, 2020-го, будет 44 вот этих вот там, зета, зета байта. То есть за какие-то 20 лет у нас вся информация, которая была в интернете, просто в 44 раза возрастет. И дальше будет возрастать только в прогрессии. Мы эти данные получаем, мы кругом все оцифровываем и это складываем, но работать с этим мы не умеем. и мы никак не... Пока мы не поменяли систему образования к тому, чтобы готовить детей, жить вот в таком мире, который постоянно меняется, в котором информация просто везде, она нас окружает. Мы живем просто в мире информации. По-другому никак мы от нее не можем никак отключиться практически, потому что сегодня работать, не имея там почту, да, какую-то или там средства связи, но это вообще как-то очень сложно достаточно, да, это может быть какие-то такие работы, там, ну, может быть, либо простые, либо там очень-очень, когда один человек сегодня еще, плюс все деятельность коллективная. Поэтому, собственно, нам нужно вот как-то все это встраивать в образование, в образовательный процесс. Плюс, поскольку дети растут в этом, для нас сложно, для нас это нам пришло. А они с этим родились, вот поколение, которое сегодня пришло в первый класс, они уже родились с планшетами, там им вообще не нужно думать, а зачем это, как-то будет на них влиять. Мы у них уже этого не отберем, это уже часть их жизни для них норм. Поэтому нам надо как-то думать, каким образом делать образование таким, чтобы оно, эту норму, ну, в себя, наверное, тоже как-то выбирало. Ну, и плюс ребятам проще, интереснее, понятнее какие-то темы, поскольку у них уже клипы, намышления, да, вы, наверное, слышали об этом, да, уже много раз, поскольку у них внимание там задерживается, да, они больше визуалов все-таки, чем там аудиалы, они больше, там, им тяжело слушать какие-то большие вещи, они любят смотреть, когда там все мелькает, и большой днем информацию усваивают за маленький промежуток времени, там, неужели чем за большой. Ну, то есть у них очень-очень разная вот такая вот специфика. И, собственно, видео, оно нам, вот я к чему веду, да, все туда к медиа и к видео, оно нам помогает в этом, вне при, собственно говоря, в образовании. Собственно, что такое медиа? Очень много терминов, тоже медиа-технологии, медиа-грамотность, медиа-безопасность, медиа-образование, медиа-педагог. Когда я сегодня говорю педагогам, что каждый педагог, собственно говоря, он, с медиа-педагогом, они очень удивляются. На самом деле есть два подхода и к термину медиа, и к термину медиа-образование. Один подход, ну вот его придерживаются исследователи, да, у них вот они расселились на два лагеря Один подход, это узкий подход, как мы раньше воспринимали в медиа Это все, что касается СМИ, собственно говоря, журналистики, да, это и умение быть журналистом, там что-то такое делать, да, какой-то контент производить Это и умение ребенка взаимодействовать со СМИ, ну там критическое мышление, да, когда он посмотрит и понимает, что там на одном телеканале говорят вот об этом событии вот так А на другом телеканале об этом же событии говорят совершенно по-другому Он должен понимать, что там истина где-то посередине, наверное, да, может быть, он должен понимать, что этот канал кому-то приближит, там политику и так далее А сегодня, когда у нас очень много просто, ну я бы даже сказала, большая часть информации, но не буду вот грешить, да, в 2016 году большая часть информации в интернете была фейковая И мы пока тоже никак не учим ребят отличать информацию, ну, собственно, верификацию и фактчекинг проводить, да, мы и сами мы этого тоже не умеем, скажем прямо Потому что у нас не было такого, что мы листаем ленту, да, у нас тут одна новость, вторая новость, третья новость, четвертая новость, все это идет, идет, и мы этого не проверяем Мы ведь это просто читаем, пролистываем, принимаем как данность, листаем дальше, но не проверяем Нас никто не учил, что информацию нужно проверять И специальных каких-то, там, не знаю, фирм, нет, которые это проводят В Америке сегодня пытаются каким-то образом решить этот вопрос И открывают специальное агентство, которое проводит верификацию информации и ставит на сайте, допустим, там, на статье Верификацию проверено вот этим агентством и, скорее всего, правда Но они физически, опять же, не успевают проверить всю эту информацию, потому что ее даже просто прочитать невозможно Мы никогда уже не освоим всю эту информацию за нашу жизнь, которая есть Потому что ее просто такое количество, что это невозможно Даже по узкой специализации невозможно знать все Невозможно по узкой специализации читать, например, все статьи, которые выходят в этой сфере, новые Просто потому что физически на это время у человека уже нет И выходит информации гораздо больше, чем мы можем себе позволить ее поглотить Даже если она обычно касается нас, нашей профессии, и это узкая информация Собственно, широкий подход в медиа И он сейчас превалирует, скажем так И на него уже делают такой достаточно большой упор А медиа — это все, что касается информации То есть это такой широкий-широкий подход Сюда попадает все Считается информацией в широком подходе все, что угодно Если вы написали что-то на доске или на улице это написано на заборе То это тоже информация и это тоже медиа Потому что это способ передачи информации текст Иконки, эмоджи, которые мы друг другу высылаем, смайлики и так далее Это тоже способ передачи информации, по сути Это не текст, но тем не менее это графическая информация Мы ее воспринимаем Мы понимаем ее смысл, ее значение Мы договорились о значении терминов Это тоже способ передачи информации Поэтому фото, видео, инфографика и так далее Все-все-все это медиа И сегодня это все пришло в школу И прописано, в общем, и в авгозах есть Там какая-то часть этому посвящена И в принципе там, вот, видишь, у нас проект образования Тоже ходит вокруг цифровизации И все понимают, что это уже есть Это нас окружает, но мы с этим не так не работали пока Особо сильно, да, вот кроме там, может быть, крышков Каких-то молодежных СМИ Кто напрямую, да, кто с узким подходом работает с медиа Чаще всего все, что касалось мудро технологий образования Раньше, это, ну, вот включить, например, какой-то отрывок из фильма И ребята его посмотрят И потом там напишут сочинение на эту тему Может быть, кто-то послушает музыку Вот такой был вариант Сегодня вариантов очень много разных Использования У нас вот есть какие-то примеры Я сегодня с вами поделюсь, собственно, ими Давайте дальше Мы будем придерживаться широкого подхода в медиа Когда, собственно, медиа-педагог Это тот педагог, который использует медиа в своей работе Если у вас есть группа в WhatsApp, где вы переписываетесь с родителями Да, или там с детьми Вы уже медиа-педагог И вы уже должны уметь этим пользоваться Вы уже должны понимать там последствия, да, грамоты Не знаю, ну, то, что, например, этикет Медиа, да, в использовании там в группе WhatsApp Что голосовые сообщения высылать сегодня Это оказывается там вверх ужаса А писать нужно только вот текстовый Это считается очень хорошо Ну, вот какие-то такие вещи И получается, что, в общем, каждый из вас медиа-педагог Потому что, ну, очень часто Ну, я не знаю, учитель физкультуры, может быть, у нас сегодня Еще не использует медиа Но если он кому-то что-то, например, там, показал на уроке То, собственно, он уже тоже медиа-педагог У нас в медиа, чтобы вот, чтобы с медиа работать Нужно понимать, что это много-много составляющих И я сейчас про каждую немножечко расскажу Форма деятельности инструментов платформы содержания техника Если вы вот эту формашку держите в голове Собственно говоря, то тогда у вас не возникнет проблем с тем Чтобы придумывать какие-то креативные истории С использованием там видео, текстов и так далее на своих уроках С тем, чтобы каждый урок, каждую тему Ну, или, может быть, самые сложные какие-то темы Которые не очень понятны Придумывать, каким образом можно сделать с детьми С использованием медиа так, чтобы им понравилось Собственно, что такое форма? Это я уже сказала по поводу текста Фото, видео, графика, анимация, интерактив Ну, текст, собственно, с этим все понятно Фото, видео тоже Графика имеется в виду и инфографика, и анимированная графика Это когда у нас там какие-то картинки куда-то летят Да, все это, там, статистика, может быть, какая-то Тоже покажу вам пример Анимация – это то, что касается мультфильмов Но сегодня это не только мультфильмы, да, и не чистая вода мультфильмов Потому что сегодня анимация – это вот, может быть, видели Такое, например, допустим, белая доска, и на ней маркером что-то там рисуется Да, из этого вот состоит даже не мультик, какие-то образовательные ролики Ну, вот это все анимация у нас А интерактив – это то, что с помощью приложений сегодня учитель может использовать Ну, какие-то викторины делать, там, Квиска, Худ, да Вы наверняка знаете, какие приложения Там, может быть, тесты какие-то и сканировать ответы детей, да Они там бумажки поднимают Просто есть анкеты, которые ребята проставляют ответы И учитель просто сканирует смартфоном У него сразу оценка выставляет у ребенка Ну и так далее Вот это вот интерактив Платформа Когда вы придумываете какую-то форму, как вы будете работать, да Вы должны понимать, что важна платформа, где вы это будете размещать Собственно, у нас в образовании сегодня это либо ТВ Ну, имеется в виду, что это некий телевизор, который стоит на занятии где-то, да, на уроке Ну, в общем, грубо говоря, в классе, скажем так, да, вот в таком помещении И внешняя история У меня написана перемена Я вот больше о примере школы рассказываю Ну, как бы к вузам это относится, к СПО это относится В библиотеке, это неважно Это некие стенды Телевизоры, размещенные там, где люди могут посидеть, посмотреть, послушать То есть такой больше развлекательный контент Не образовательный И там крутится эта история все время Это сегодня очень популярно В всяких медицинских центрах Там, да, вы приходите висеть плазму и там крутится какие-то ролики и так далее А все, что касается печати Газеты из школ там И вообще, в принципе, из образования пока никуда не ушли Буклеты различные, объявления Вот все, что вы печатную раздаточку получаете, да, какую-то куда-то переносите Вот такой носитель бумажный Эта печать, она еще пока никуда не ушла из образования Ну, собственно, диджитализация, которая, наоборот, пришла к нам радостно Это официальные сайты, организации, соцсети Это ваша группа в Ютубе Может быть, это какие-то тоже мессенджеры, да, там, WhatsApp и так далее Это платформа, на которой вы размещаете ваши Ну, вот в данном случае, поскольку мы про видео говорим все-таки больше, да То я буду говорить о видео Это то Форму Сейчас скажу так В общем, платформа очень сильно влияет на ваше содержание Потому что от платформы зависит ваша целевая аудитория Ну и технические возможности платформы Как только вы понимаете, что у вас, например, платформа Это телевизор, который висит где-то в коридоре Вы понимаете, что ваша целевая аудитория Это все практически, да, кто приходит в это помещение То есть вы можете посчитать, что если это школа, то это дети Это педагоги, это руководство Это там, я не знаю, уборщицы, которые у него проходят Ну и, собственно, наверное, все, да Кто-то, кто там еще в школе может быть Ну, это вот ваша целевая аудитория То есть вы должны сделать так, чтобы им было интересно Если у вас это, например, YouTube И это просто открытый канал, в который могут подписываться все То вы должны понимать, ну, либо там группа ВКонтакте, например, какая-то Что там целевая аудитория просто все Потому что посмотреть может кто угодно Соответственно, это будет влиять на ваше содержание Каким образом, когда вы понимаете, что у вас аудитория просто все Там они, например, отдельно профессора, да, какие-то То вы должны сделать так, чтобы понял каждый человек Который зайдет, посмотрит Это накладывает некие обязательства к упрощению информации К тому, чтобы вот обрабатывать ее определенным образом Вот туда информационный стиль Вот как раз вот это вот все в эту сторону То в навыке упростить, но не переврать при этом Собственно, содержание Ну, в зависимости от того, что у нас Если у нас текст, то это могут быть посты, да Сегодня облако тегов, там может быть лангрид какой-то В каком-то интересном формате Вот некий старителлинг Собственно, газета, да Это то, что фотографии, где применяются соцсети Слайд-шоу очень часто делают в педагогии у нас Все, что касается видео Это сегодня сюжеты, фильмы, ролики, интервью Это вот их жанры Графика у нас есть в двух вариантах Есть инфографика статичная, да Какая-то картинка визуализированная И там очень много подвидов всяких разных Тоже прям такая отдельная тема Прям по графику Есть анимированная графика, когда в принципе то же самое Только оно все тут вылезает, выползает И это можно делать, собственно В видео делается достаточно легко Вот я вам, например, сегодня Сейчас прям покажу Анимация разного вида Ее бывает очень много Викторий на просто Вот это мы проговаривали по поводу интерактива Дальше у вас есть инструменты И у педагогов они сегодня доступны И бесплатные, и очень просты Все разработчики сегодня настроены на то, чтобы каждый педагог мог это использовать И это серьезно так Если вы когда-то боялись использовать что-то, да Думали, что вам там, вы не поймете или еще что-то То уже все, бросайте так думать Потому что огромное количество разработчиков Трудится над тем, чтобы человек, который ничего не знает Не учился этому, сел и просто интуитивно понял Куда нажимать, зачем здесь эта кнопочка и что с этим делать У нас, собственно, из инструментов есть программы на компьютере стационарные Которые установлены, да Но они уходят в прошлое Потому что у нас сегодня есть онлайн программы И в будущем, как прогнозируют у нас эксперты Останутся только онлайн программы То есть у вас на рабочем столе На вашем компьютере будет только одна кнопочка Выхода там в Google или в Яндекс Куда-то в поисковик А там уже будете находить нужную программу И в ней все делать прям там онлайн Ничего не скачивая к вам на рабочий стол Ну и, собственно, мобильные приложения, которые есть в вашем телефоне И которые заменяют сегодня все, включая компьютер То, что касается техники Для того, чтобы создавать видео, графику, инфографику, не важно что Не для того, чтобы там выпускать это в кинотеатре Вот, например, чтобы закрыть образовательные боли Вам достаточно ноутбука, собственно, или смартфона А уже даже скорее вообще просто смартфон Если он у вас есть, то, в принципе, вам достаточно его Для того, чтобы делать все, что нужно Снимать фильмы, передачи, какие-то образовательные ролики Делать все, что угодно Смартфон достаточно сегодня, поверьте У меня телефон не очень дорогой Но качество картинки лучше, чем на моем дорогом подпарате Который считается профессиональным Ну, собственно, со звуком та же история Дальше, вид деятельности, где у нас применяется в образовании Ну, давайте пока видео, ну, в том числе, как бы и медиа вообще Ну, понятно, на предметах каких-то Межпредметка Сегодня очень сильно приветствуется Тоже у вас их гос прописано Что должна быть межпредметная деятельность Межпредметку очень классно реализовывать с помощью видео Вот оно прям такой хороший подспор Я сейчас вам тоже покажу пример А внеурочка Дополнительное образование Проектная деятельность Тоже сегодня все школы, которые занимаются Ну, вообще все образовательные организации Которые занимаются развитием Вот в сторону специализации Да, смотрят туда И пытаются как-то реализовывать Нацпроект Который непонятно пока как реализовывать Все сказали делать И никто не знает как Да, мне все жалуются То вот, собственно говоря Проектная деятельность Это тоже в ту сторону И видео туда тоже очень классно ложится Классные часы для педагогов Очень хорошо Проходить с помощью видео Ну, какие-то внешние мероприятия И просто Я обозвала для учебного процесса И имеется в виду для создания Ну, всего, что касается образования Да, это не только помощь на уроках Помощь педагогу там И в конкурсах тоже В каких-то, да Там в личных, педагогических Это там работа в тех же библиотеках Ну, вроде бы не занятия, не урок Да, но тем не менее То, что можно поделать с ребятами В принципе, они приходят, помогают И это используете для ресурсов Образовательной организации Так, ну вот мы дошли до Видео-вопросования Сейчас, наконец, будут примеры Не все время я буду говорить Смотрите Урок Как на уроке можно применять видео? Сегодня у нас есть Различные замечательные приложения Вот у мобайли, например Ну, я поскольку на своем В этом примере, да, мне проще Тем более мы уже проводили С педагогами тоже Эксперименты Смотрели, как получается Используют люди Информатики, понятно У них прям прописано Что ребята должны работать Уметь там с редакторами Да, различными графическими Куда попадают видеоредакторы Фоторедакторы Ну вот, казалось бы, физика, химия, биология, литература Как это использовать? У меня есть пример Сейчас я вам его покажу Это учитель из Москвы Нам прислал Как он использует на уроке физики Вот Просто снято со смартфона И прям со смартфоном смонтировано В чем история? Оказывается, что у учителей физики Все их исследования Лабораторные работы, которые ребята проводят Делятся на количестве и качестве Когда можно что-то посчитать И на бумажке показать В тетради Ребенок может показать Что он посчитал верный-неверный ответ И есть вот такого рода Лабораторные работы Когда учитель, если сам не посмотрел Стоял рядом То непонятно Как ребенок провел лабораторную Дергалась у него там стрелка? Нет? Что-то там куда-то шарик катился Не катился Верно он провел измерения Или неверно? И вот в данном случае Лабораторная работа Химиков, кстати, касается точно так же У них очень много таких-то историй Когда происходит какая-то реакция Добавили что-то одно в другое Реакция мгновенная Очень сложно, во-первых, это рассмотреть Во-вторых, очень сложно Зафиксировать, когда ты на уроке И ребят много Что каждый из них что-то сделал Даже если они на небольшие группы поделены Собственно, что учитель говорит Учитель говорит ребятам Устанавливаем приложение Перед тем, как Ну, собственно, видеоредактор сам Перед тем, как делаем лабораторную Снимаем лабораторную работу И мне, как результат лабораторной работы Присылаем видеопродукт В том же WhatsApp и так далее Можно тут же посмотреть результат работы на доске Очень здорово это работает история Ну, вот такой вариант Биологи, например, делают С домашними животными Снимают там кошечек, собачек Они замедляют эту историю Вот так же, как химики с реакцией Видео можно замедлить И посмотреть, как вот двигаются Допустим, там лапки какие-то Или как вот происходил процесс смешивания Чего-то одного с другим И подробно это дело все описывать Есть очень интересный кейс по литературе Разработала нам учительница литературы Она, например, делает так Во ВКОСах прописано В ВКОСах подготовки ОГЭ и ГЭ Вот эта тема она брала Она столкнулась с тем, что ребятам Сложно сделать кусочек сочинения Посвященный портрету героя Он должен описывать портрет героя Но ему тяжеловато Потому что дети как-то абстрактно себе Вот это представляют Как это в сочинении Сложно отдается эта тема Что она сделала? Тоже поставили видеоредактор Если есть возможность сделать это В каком-то мобильном классе Либо в классе информатики То хорошо Если нет, опять же, есть смартфон И больше ничего не нужно Что делают ребята? Они разбиваются на команды И каждый описывает Какого-то своего героя Они скачивают с Яндекса Картинки героя литературные В образовательных целях Можно в принципе это делать Если никуда не выкладывают Если это в классе все происходит Они собирают картинки этого персонажа Пишут закадровый текст Что за персонаж какой-то И делают из этого видеоредактора Слайд-шоу Когда просто фотографии этого персонажа Переворачиваются, мелькают А закадровым голосом ребята Начитывают о нем Кто это такой И что с ним происходит И вот этот закадровый текст Ребятам намного понятнее Как его написать Когда им говоришь Что закадровый текст к видео Они говорят А тогда понятно Сейчас я опишу это Когда ты говоришь Он сделал то же самое в сочинении Им почему-то сложнее А когда ты говоришь Что вот вам закадровый Сделали, попробовали И в сочинении напиши так же Им легче воспринимать эту тему Ну вот такой вот был у нас момент Дальше Межпредметка Очень классно Как выяснилось Сложиться с иностранными языками Со всеми Если из вас требуют Какую-то там Межпредметную деятельность И вы не знаете Как ее подать Очень классно Кооперироваться с учителями Иностранного языка И снимать какие-то видео По своей тематике Да Это может быть любой предмет Математика, физика, химия Это не важно И рассказывать об этом предмете На иностранном языке Я вам сейчас покажу Небольшой пример Как это выглядит Это ребенок делал На английском языке Он не десантливый Поэтому он делал это по физике И туда не было Ну такой Ребенкам нравится снимать ролики Они тебя любят Они все любят Они с удовольствием это делают Привет, я Яков из России Я учусь в 2-м Новосибирске гимнедиуме Сегодня я хочу поговорить о гравитии Оно праве гравитии Дискаведа от Ньютона О, о, извините Ой Ой, извините Ой, извините Это мой мак Я буду говорить Как вы знаете Гравитационная мощность В чем 2 объекты Я отректирую друг к другу Оно правило Пропорционально Массажем Интервел Понятно Есть первый кусочек Если перемотается Сейчас покажу Он брал интервью И просто переводил субтитрами То, что говорит человек Тоже, кстати, очень такой Неплохой вариант Ну вот Давайте его сейчас закроем Вот Иностранный язык Приплюсовывается очень классно К любому предмету И получается такая замечательная Межпредметка И детям интересно И в принципе Можно Во всей документации Это проходит Можно отчитаться Что вы закрыли эту доль Так Что у нас еще Внеурочная деятельность С внеурочкой Интересно Потому что она может Ну понятно Там простор для педагога Есть такая интересная штука Называется вот квесты Уже опробована тоже Ребята в разных школах Из разных классов Это может быть Разновозрастные То есть это может быть Не одна параллель Им Придумывается педагогами Некий квест Причем он не просто В формате Возьми как Про что-то А он в формате Такого Вот прям квеста-квеста Например Есть Такая история Когда ребята Допустим Сидят на уроке Тут заходит зауч И говорит Так тебя и тебя Вызывают к директору Дети перепуганы Идут к директору Там секретарь Торжественно Вручает конверт Значит там Ну либо сам директор И говорит Так ребята Это вам Дальше ребята Должны распаковать Этот конверт Там какое-то тайное послание Например Которое они должны Расшифровать В котором там Вот что-то Что-то такое будет А в итоге Они выполняют Они выполняют задания Которые Им Разрабатывают Учителя Это и так Наш предметка идет И просто предметники Могут так делать У меня есть пример Ребята делали У них был квест Вырастить кристаллы Нужно было вырастить кристаллы И описать Там тоже Лабораторные были определенные Это был вот такой квест От химиков И сейчас покажу вам Что они делали Просто вот дома Выращивали кристаллы Делали фотографии И потом из этого Вкладывали В такую некую Видеоотчет Про то Что они это действительно Вырастили сами Как говорили Плюс дневник наблюдений Про то Как это сделать Очень классно Работает Эта история Сначала Конечно же Потому что Выращиваем Любые листочки Клеточки Когда вы говорите Детям записывать Наблюдения Литом за погодой Например В дневник Они не очень радостно Это записывают Когда нужно Это сфотографировать Или снять Вот это мы делаем Так сказать Когда сегодня Замалили спиной Паспортная погода Они делают Это гораздо Охотнее Скажем так Интереснее Потому что Это их роман И понятие Вот такое Видео Разные команды Присылали Как они выращивали Они соревновались К тому же Сыня Большой кристалл Измеряли Потом его Линейечкой И приз получал Котка Который Растил Самый Самый Топовый Кристаллчик Вот Такой вариант Ну и собственно С домашними работами Очень классно Ложиться Домашки Можно креативить Чтобы ребята Не делали Какие-то скучные Истории Вот можно Очень хорошо Совмещать Ну Допообразование Тут все понятно Поскольку Это все-таки Кружки Это различные Сегодня Это называется Уже Медиахолдинг Если у вас Есть В образовательной Организации Что-то Что касается Изданий Например Газеты Или Соцсети Или Видеостудия Или что-то Все вместе Или как-то по кусочкам То вы можете Два кусочка Из этого взять И уже назвать Это Медиахолдингом Вот Все это Такое модное слово И знаете Что если у вас Есть газета И например Посты Выходят В социальных сетях Группа У этой газеты То вы уже Медиахолдинг Это вот Такое новое Новороченное слово Ну собственно Тут все понятно Но здесь с ребятами Естественно Можно креативить Потому что Обычно сюда Ложатся еще и конкурсы Я вам сейчас Покажу пример Это Анимация Которую мы делали Смотрите Делали для конкурса С ребятами Не снимали видео Вообще Делали полностью Из Просто Каких-то картинок Которые тоже Просто где-то нашли Вот Была такая история Современного человека Ну мы пропасли А ну вот кусочек видео Благодаря всевозможным Мессенджерам И социальным сетям Мы знаем друг о друге Все Ну или почти все Интересно А как общались наши предки Например Новый Николаевский Аля Арзамас То есть вы видели Как Арзамас делает Ребятам тоже Очень заходят Такие вещи Делаются очень просто Ребята это тоже Сами иногда умеют делать Они могут вас научить Драма прислуги Это нормально Девица К Поступила прислуга В одно семейство Новый хозяин Ее жил с женой Гражданским братом Случилось так Что хозяйка уехала Из города К своим родным Встался один хозяин К понравилось ему И отца с той жены Он начал показывать Свои прислуги А потом К стала Его новой Гражданской женой Хозяйка вернулась И ей предложили Занять место В парке Однако прежняя Сожительница Не помирилась Со своим новым положением И скоро сумела Выдворить К Из дома Здорово от тебя Кстати истории Потому что Так же как косплей Когда мы сами Переодеваемся В каких-то персонажах С уроками истории Это вообще Очень замечательно Потому что Ребятам очень нравится Визуализировать То, чего Они не могут Снять на видео Собственно Потому что Этого уже Физически нет Они каким-то образом То, что касается Косплея Это когда они Сами переодеваются Восстанавливают Реконструкцию Событий И снимают Это Либо вот такими Вариантами С картинками Очень легко Это все Есть в интернете Это все Сегодня очень легко Обработать Чтобы это было Вырезалось На прозрачном фоне Буквально Тремя-двумя Кликами В программах Можно даже Знаете Я делала с ребятами Так Когда у нас были Какие-то задания Которые я не знала Как делать Я ребятам говорила Что домашнее задание У вас такое Вы должны найти Программу Которая это делает И прийти Рассказать мне Как это делается Потому что дети Очень хорошо понимают Что сегодня Невозможно знать все Если педагог им честно Говорит Что ребята Я не знаю Вот это я знаю Я вас этому научу А вот это я не знаю Научите-ка вы И вот этот взаимообмен Проходит очень здорово Ребята с удовольствием Учат педагогов И прям вот Это прям Они любят Вот Поэтому очень много Можно нового Собственно у них подчеркнуть Если не хочется Самому Тратить время На изучение Можно Прямо это всегда работает А собственно Проектная деятельность Сегодня в образовании Проекты обязательны Собственно говоря Везде С детского сада Наверное начиная У нас проекты Ребята делают Ну и заканчиваю Вузами Зачем нужна Нужно видео В проектной деятельности Это либо Что я тут написала Да Рик Замечательно Пиар Это имелся ввиду Либо пиар Реклама проекта Либо видеовизитка проекта Либо видеозащита Ну все что реклама Пиар там Это понятно Это когда дети Снимают рекламный ролик В процессе Да Пока там проект И либо может быть Конечный результат Если сразу Ребята не позвали Есть только Конечные результаты Команды Которые делали проект То в принципе Вот пиар Проект или рекламу Снять очень даже хорошо Если снимали в процессе А было бы хорошо Если бы снимали в процессе То есть Здорово Ложите видеовизитка И видеозащита Презентации Вашей Вместо того чтобы Пауэрпоинт Кликать Сегодня очень модно Это Видеопрезентации Которые сопровождают Ваше выступление Когда вы просто Включаете кусочки видео И никаких Презентаций В пауэрпоинте У вас нет Это уже отходит Немножко на задний план Вот сегодня Новая такая Новая штука Это вот Видеопрезентация Ну собственно говоря Чтобы это все Состоялось Очень здорово Когда вы делаете Какой-то проект Обязательно Хотя бы одного ребятенка Назначить Сопровождающим Этого проекта Который от начала До конца Будет сопровождать Этот проект И будет снимать Об этом проекте Чем хорошо Тем что у вас Во-первых Останутся Видеоматериалы Фотографии для отчетов Которые вы потом Обязательно приложите Мало ли На какой-то грант Путь подавать Или еще что-то Вам обязательно Пригодится Сам процесс А во-вторых Это будет ребятенок Который разобрался В этой проблеме Опять же Межпредметка Это может быть гимонитарик Который пошел К технарям И разбирается С их технарским проектом И собственно У вас будет описание Этого проекта Если он толково Это все сделает У вас будут Какие-то интервью Которые он может Записать по ходу Конкурс в образовательной организации Это внешний Какой-то конкурс Вы всегда можете Сделать видео Виситку команды Где будут Какие-то кусочки Которые команды В действии Ну собственно Вот будут Такие штуки А я вам рассказываю Про видеоприложения Это все Это все Что можно делать В наших приложениях Я сейчас до нее дойду Вы не переживайте Я вам рассказываю Собственно про видео И про то Как его можно Применять в образовательном процессе А делать его можно С нашего приложения Баваля Я вот Даже Как сказать Оно у нас В общем доступе Оно у нас бесплатное И о том Как его получить Я вам сейчас расскажу И делать это можно Все в нем И собственно Все примеры Которые я вам показываю Они все сделаны Либо в приложении Маваля Либо в видеоредакторе Маваля Либо в фоторедакторе Маваля Так что это вот Наглядный пример того Что у нас педагоги делают С нашими инструментами Дальше Классные часы То что касается Педагогов Классных руководителей Ну понятно Что они снимают Какие-то экскурсии Видеоотчеты Там и так далее А фильмы О классе У них заходят Так Я вам сейчас покажу Сейчас посмотрю Что кусочки Я вам показывала Нет Ну как Так Это Да Это пример промо-ролика Как ребята делают промо-ролики Вот Это была компетенция Ситифермерство Ситифермерство Позволяет выращивать Овощи и фрукты В городе На крышах, стенах И внутри здания Экологически чистых продуктов Станет больше А стоимость меньше В России Это движение Только начинает развиваться Командам предстоит Сделать гидропонную систему Поготовить питательную среду И высадить растение Описательный вариант Смотрите О чем эта история О том, что если у вашего ребенка Есть в классе Ну у вас там У детей У ваших смартфоны Они есть И собственно говоря У вас больше нет ничего Вам больше ничего не нужно Вам этого достаточно Чтобы делать Вот это вот все Так Дальше Собственно у вас Есть такая история С внешними Ну выставки конференций Какие-то экскурсии Да И Просмотр видео Комментирование видео Создание видео Для урока Я вам сегодня Не саму технологию работы Рассказываю Как монтировать В редакторе Я вам сейчас расскажу Где можно посмотреть Там очень много уроков Потому что это сложная тема Большая У нас есть прям Видеокурс большой Если нужно Про то, как осваивать Я вам рассказываю Кейсы, которые можно применять В образовательном процессе Собственно Вот И для учебного процесса Расскажу про комментирование Просмотры видео Это понятно Когда мы включаем Какое-то видео Создание видео Для урока Это что-то Когда мы вместе Создаем Собственно для урока Есть такая штука Например Как комментирование Не часто педагоги Но в принципе Тоже довольно полезная штука Когда вы включаете Какое-то видео И у вас ребята Должны прокомментировать То, что происходит На картинке Лучше, если вы включаете Это вообще без звука И лучше, если у вас Несколько ребят Стоят вместе В рядочек И комментируют По очереди Одно и то же видео Тогда задача усложняется От первого К следующему Ну вот Собственно Вот так Так Какой кусочек Видеозащиты Презентации нет Они большие Честно Вот я их прям Не оцифровывала Но на самом деле Здесь два варианта С видеозащитой Презентации Первый вариант Это когда у вас Полностью Видео именно Когда вы Делаете отчетное видео Просто включаете его Показываете И команда ничего не говорит Например Перед жюри Есть моменты Когда это у вас Точно так же Как презентация Оформлена Только вместо слайда Вы включаете кусочки видео То есть вы Перелистите слайд Включаете видео Либо у вас сразу Видео длинное И вы пока рассказываете Но это тогда нужно С ребятами Вымерять хронометраж То есть они у вас Будут говорить 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 Допустим Там они знают Что они говорят 30 секунд 30 секунд видео У них там рассказывается Сопровождающая Какое-то видео Потом у них меняется тема И там меняется видео Но это тогда нужно Репетировать То есть это Самый сложный вариант Так Ну вот Собственно говоря По поводу того Где это все можно взять Да Смотрите По поводу По поводу Где можно смотреть Как Саму технологию Да Сам инструмент Я вам расскажу Где его можно взять Я расскажу Как можно его изучить На самом деле Он очень простой Вы можете его изучить Вообще никуда не обращаясь Просто установите И все Вот у нас Видеоредактор Фоторедактор Я уже вначале Вам говорила И приложение Есть еще мобильное И вы можете Просто интуитивно Сели Потратили на это Я не знаю Может быть полчаса Это будет максимум Вы сможете В нем работать У нас специально Заточенный программ Именно для этого Не нужно Никаких специальных Для этого знаний Не нужно Никакой специальной Для этого подготовки Если вы хотите углубиться В эту историю Или если вы хотите Послушать какие-то Уроки По каким-то там Применению Например эффектов Видео Еще что-то Там же очень-очень-очень Много тем Соответственно У вас есть такая штука Называется Movavi Vlog Просто заходите на YouTube Забиваете Movavi Vlog Там у нас уже больше 140 видео Ребята готовят Специально отдельно Прямо команда у нас есть Которая снимает Как раз Вот саму Всю технологию Это небольшие ролики Они там по 3-5 минут Они сделаны Ярко, интересно, динамично Можно смотреть самим Чтобы да Вот есть у вас 5 минут И вы куда-то поехали Там еще что-то Скачайте заранее Посмотрите Просто в интернете Пока В дороге Может быть Чтобы не было Лишней траты времени Ну соответственно Ребята Можно показывать Там чем интересно Есть 3 направления Первое направление Это собственно Инструментарий Самих программ Второе направление Это все Что касается Технологии съемки Технологии монтажа Потому что это Отдельные теории Они такие большие О том Как правильно снимать Как правильно монтировать И третья история Это какие-то кейсы Тоже Которые можно прям Применять То есть там Рассказано Как Дальше Собственно Вот Ну Видеоредактор Фоторедактор Смотрите Для того Чтобы получить их Мы их распространяем Бесплатно Любым Образовательным Организациям Устанавливаем Отдаем Прямо передаем Лицензии На все Ваши компьютеры Где работают Ребята Где вы работаете С ребятами То есть если Это какие-то Классы Информатики Например То мы поставим На все классы Информатики Видеоредакторы Фоторедакторы Для этого Можно нам Написать На почту Еду Малави Дедасобачка Малави .com А можно Собственно Говоря На сайт Дедумалави .ru И там Есть ссылочка Получить Бесплатно И вы Заполните Форму И получите Собственно Говоря Программу Бесплатно Ну Может быть Тема Я не знаю Может быть Действительно Так Но Собственно Я вам Про применение Именно Про опыт Применения Видео В учебном процессе Рассказывала Собственно Да Ну Вот Наверное И все Обращайтесь Пишите Будем Предоставлять Вам Программы Если Нужно Мы Приезжаем С Мастер Классами После того Как ставим Программы В школы В принципе Мы по Разным Регионам Приезжаем Обучаем Можно Все Тоже Писать Просто На почту Здравствуйте Там Мы такие Хотели Бы Мастер Класс И так Далее Вот Потому Это уже Работа Практическая То есть Мы С установленными Программами Приезжаем И работаем Чтобы Вы Сразу Педагогов Учим Ребята Учим Вот Так что Можете Нам писать Это Это для Образовательной Именно Организации То есть У нас Оформляется В условиях Проекта Два Момента Это Первое Чтобы Была Образовательная Организация С Лицензией На Образовательную Деятельность Но Все Библиотеки Туда Тоже Входят Библиотеки Музеи Мы с ними Тоже Работаем Тоже Бесплатно Представляем Это Бессрочное Пользование То есть Это Неограниченное Количество Лицензии Второй момент Это Компьютеры На которых Вы работаете С ребятами Для того Чтобы Вы применяли Это Видео Собственно В образовании Все О чем Мы сегодня Рассказывали Чтобы Вы могли Это Реализовать Для этого Мы Отдаем Инструментарий Собственно Говоря Наверное Все Большое Спасибо Мария Александровна За интересный Рассказ И показ По актуальной Теме Ну что На этом Мы сегодняшнюю Встречу Наверное Будем Завершать Большое Спасибо Всем Участникам Кто Сегодня Принял Участие И пришел На нашу Встречу Всем Хорошего Дня И ждем Вас Завтра На продолжении Нашей Вебинарной Недели Все Сертификаты Выписаны И выданы На почту Вам уведомления Всем Кто Сегодня Присутствовал На нашем Вебинаре Уже Ушло Ну что На этом Мы Завершаем Нашу Сегодняшнюю Встречу Всем Хорошего Дня И до Следующих Встреч На Вебинарах Директ Академии Еще раз Спасибо До До свидания Продолжение следует Продолжение следует...